У нас в средней полосе существуют определенные растения, которые являются эквивалентами мексиканской лафафоры Вильямсе и мексиканским грибам. Это хорошо всем известные мухоморы. Значит, я хочу вам рассказать, вообще грибы одна из самых загадочных вещей, и не зря вся мифология, она всегда изобиливает огромным количеством упоминаний, ссылок на грибы, их символическое значение, и разные трактовки, что такое грибы. Ведь в мифологии до сих пор еще в то время, особенно сейчас, до сих пор споры о том, чем является гриб, является ли он растением и является ли он животным. Сейчас, находясь в Массачусетском институте технологии, это знаменитый институт, который финансируется и государственными, и частными компаниями, которые занимаются исследованием в области новейшей технологии, мне показали одну лабораторию, которая занимается изучением акустических свойств грибов. И выяснилось, что гриб дает те же самые акустические свойства, что и дает радиоволна. Понимаете? Это совершенно невероятно. То есть гриб дает те же свойства, что дает неосязаемая радиоволна. То есть гриб, в общем-то, если говорить так грубо, если что, в понятном языке, гриб это радиоволна. Это не растение, это не животное, это радиоволна. Понимаете, да? Дальше. Гриб это материализовавшаяся радиоволна. Дальше. Я говорил о мухоморах. Мухоморы как аналог того самого мексиканского гриба и той самой лофофоры Вильямси. Свойство мухомора состоит в том, что если его начинать принимать, если его долго принимать, то человек потихонечку, личность человека потихонечку вытесняется личностью мухоморы. Мухомор тоже обладает личностью. А внутри одной персоны не может существовать две личности. И уже доказано, что личность мухомора гораздо сильнее личности человека. То есть человек, который с детства принимает грибы, мухоморы, то они потихонечку становятся его собственной сутью и вытесняют в него собственную личность. То есть человек потихонечку превращается в гриб. И в радиоволну. И, соответственно, в радиоволну. То есть человек становится и грибом, и радиоволной в едином облике. Понимаете? И сейчас я вам скажу то, что самое главное, к чему я все это веду. О том, что у меня есть совершенно неповершимое доказательство, что вся Октябрьская революция делалась людьми, которые много лет потребляли соответствующие грибы. И грибы в процессе того, как они были потребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом. Грибом, более того, он был не только грибом, он был еще, помимо всего, радиоволной. Понимаете? Дальше. Сейчас я вам покажу вещь, которая меня сначала просто вела в состояние шока. Это что-то невероятное. Сейчас я вам подемонстрирую одну из схем, и вы поймете, насколько важно. Вот посмотрите. Это броневик. Хорошо нам известный броневик, на котором Владимир Ильич выступал. Это разрез броневика, это его внутренняя часть. А теперь обратите внимание, это мухомор, а это грибница. Обратите внимание, что грибница и броневик в срезе своем практически идентичны. Обратите внимание. Практически все построено по принципу. Даже дверь есть. Но не дверь, это какие-то определенные поры, соответствующие находящиеся в грибнице, которые содержат плаву и содержат выжимку из тех полезных ископаемых, которые необходимы для питания мухомора. Понимаете? Совершенно одно и то же. Я могу даже на основании этого предположить, что у нас нет верхушки. Верхушка это, собственно, Владимир Ильич. Вот. Идентификация Владимира Ильича и мухомора. То есть если броневик это грибница, то мухомор это Ленин. Дальше. Другие факты. До сих пор все исследователи не могли прийти к единому мнению по поводу псевдонима, который взял себе Владимир Ильич. Ленин. Понимаете? Потому что существует несколько точек зрения. Почему он взял себе такой загадочный псевдоним? Что? От реки Лена. От реки Лена. Ну, там очень много. Ленские события. Все, что угодно. Я могу совершенно точно сказать. Если прочитать имя Ленин справа налево, получится слово Нинелл. А точнее Нинель. Понимаете? Нет. Дело в том, что я думал, вы знаете, что просто Нинель это знаменитое французское блюдо, приготовленное из... Грибов. Из грибов. Приготовленное особым способом. Это Нинель. Дальше. Обратимся теперь опять же к документальным свидетельствам. Вот я сделал выписку из письма Клары Цеткин Розе Люксембург. Вчера был Володя. Очень торопился. Просил что-нибудь быстро перекусить. Особенно хотел грибов. Как вам это нравится? Дальше. Я сейчас попрошу дать фрагменты фильмов, документальных кадров из кинофильма «Живой Ленин». И вы сейчас убедитесь просто уже на документальном материале, что некоторые вещи просто взаимосвязаны. Пожалуйста, дайте, пожалуйста, фильм. Посмотрите на секундочку. Вот сюда. Видите? Какой-то... Ленин постоянно с разными людьми. Посмотрите внимательно. Вот справа стоит мальчик какой-то. Мы еще к нему вернемся. А вот он снова. Да, вот он снова. Видите? У Ленина все время какой-то мальчик рядом. Так, вот видите, мы перешли на другую часть фильма. Опять тот же самый мальчик. Видите, вот он. Вот прошел. Немножко уже по-другому срежу, но тот же мальчик. Вот еще кадры. Я даже не обращал на это никогда внимания. Подождите. Вот еще кадры те же. Видите? Тот же самый мальчик. То есть, спасибо большое. Остановите, пожалуйста. Видите, дело в том, что с Лениным рядом постоянно находится какой-то мальчик. Саша находился при Ленине неотлученно. Потому что это был единственный человек, который знал каждую тропку. Он знал все грибные места и водил Ленина по этим грибным местам. Как вы могли убедиться из фильма. Это никакие не домыслы. Снимаем? Начни тогда сам. Сережа, либо мы работаем, либо в конце концов. Должен же быть какой-то профессиональный навык. Вот грибы. Тихо, тихо, тихо. Вот грибы все-таки переходят в новое качество. Да, несомненно. Становятся людьми. Да. А люди становятся грибами. Да, все верно. Но, став... Принцип бога человечества. Став грибами, да. Сохраняют ли они это вожделение к грибам же? Конечно, конечно. Как же? Конечно, сохраняют вожделение к грибам. Вот, например, ты обращал к нам внимание на герб Советского Союза? А пока вы можете вступить в дискуссию с нами, потому что факты неопровержимы. Но вдруг у кого-то другие факты. Их, конечно, надо принять во внимание. Вот, во всем еще все, что касается грибов, это вот сейчас одна из, по-моему, жизненно важных тем. Я бы с большими интересами и радостью услышал какую-то критику в свой адрес, потому что, конечно же, гипотезы, гипотезы, но я хочу найти достойных оппонентов на моей теории. Я буду ждать каких-то отвлеков на что? На феномен. На феномен. Спокойной ночи. Спокойной ночи. В нашей передаче в этот раз выступал политик, общественный деятель и киноактер Сергей Курехин. В следующей передаче он будет тоже выступать. Спокойной ночи. Спокойной ночи.